Анна Снегина Село, значит, наше Радово. Дворов почитай дваста, Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богаты мы лесом и водью, Есть пастбища, есть поля, И по всему угодью Рассажены тополя. Мы в важное очень не лезем, Но все же нам счастье дано. Дворы у нас крыты железом, У каждого сад и гумно, У каждого крашены ставни, По праздникам мясо и квас. Недаром когда-то исправник Любил погостить у нас. Оброки платили мы к сроку, Но грозный судья, старшина, Всегда прибавлял к оброку По мере муки и пшена, И чтоб избежать напасти, Излишек нам был без тягот, Раз власти, На то они власти, А мы лишь простой народ. Но люди все грешные души, У многих глаза, что клыки, С соседней деревни креуши, Косились на нас мужики, Житье у них было плохое, Почти вся деревня вскачь, Похала одну и сахою, На паре заезженных клячь, Каких уж тут ждать обилий, Была бы душа жива, Украдкой они рубили, Из нашего леса дрова. Однажды мы их застали, Они в топоры, мы тоже, От звона искрежета стали, По телу катилась дрожь, Скандали убийством пахнет, И в нашу, и в их вину, Вдруг кто-то из них как ахнет, И сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке Мы дело условили ширь, Судили, забили в колодки, И десять услали в Сибирь. С тех пор и у нас неуряды, Скатилась со счастья вожжа, Почти что три года к ряду, У нас то падеж, то пожар. Такие печальные вести, Возница мне пел весь путь, Я в радовские предместия Ехал тогда отдохнуть, Война мне всю душу изъела, За чей-то чужой интерес, Стрелял я мне близкое тело И грудью на брата лез, Я понял, что я игрушка, В тылу же купцы дознать, И твердо простившись с пушками, Решил лишь в стихах воевать. Я бросил мою винтовку, Купил себе липу, И вот с такой-то подготовкой Я встретил семнадцатый год. Свобода взметнулась неистово, И в розово-смрадном огне, Тогда над страной укалифствовал Керенский на белом коне. Война до конца, До победы, И ту же сермяжную рать, Прохвосты и дармоеды Сгоняли на фронт умирать, Но все же не взял я шпагу, Под грохот и рев мортир, Другую явил я отвагу, Был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, Приятная хладная звень, Луна золотою порошию Осыпала даль деревень. Ну вот оно, наша Радова, Промолвил возница. Здесь недаром я лошади вкладывал, За норов ее испесь. Позволь, гражданин, на чаишко. Вам к мельнику надо? Так вон, я требую с вас без излишка, За дальний такой прогон. Даю сороковку. Мало. Даю еще двадцать. Нет. Такой отвратительный малый, А малому тридцать лет. Да что ж ты, имеешь ли душу? За что ты с меня гребешь? И мне отвечает туша, Сегодня плохая рожь. Давайте еще не звонких. Десяток или штучек шесть. Я выпью в шинке самогонки. За ваше здоровье и честь. И вот я на мельнице. Ельник осыпан свечми светляков. От радости старый мельник Не может сказать двух слов. Голубчик, да ты ли, Сергуха, Азябчай, поди, продрог, Доставь ты скорее, старуха, На стол самовар и пирог. В апреле прозябнуть трудно, Особенно так в конце. Был вечер задумчиво чудный, Как дружья улыбка в лице. Объятия мельника круты, От них заревет и медведь, Но все же в плохие минуты Приятно друзей иметь. Откуда? Надолго ли? На год. Ну, значит, дружище, гуляй, Сим летом грибов и ягод У нас хоть в Москву отбавляй. И дичи здесь, братец, до черта, Сама так под порох и прет. Подумай, ведь только четвертый, Тебя не видали мы год. Беседа окончена. Чинно мы выпили весь самовар, По старому шубы овчинны, Иду я на свой сеновал. Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень, Так мил моим вспыхнувшим взглядом Состарившийся плетень. Когда-то у той вон калитки Мне было шестнадцать лет, И девушка в белой накидке Сказала мне ласково, Нет, далекие, милые были, Тот образ во мне не угас, Мы все в эти годы любили, Но мало любили нас. Ну что же, вставай, Сергуша, Еще и заря не текла, Старуха за милую душу Оладьев тебе напекла. Я сам-то сейчас уеду К помещице Снегиной, Ей вчера настрелял я к обеду Прекраснейших дупелей. Привет тебе, жизни, деньница. Встаю, одеваюсь, иду, Дымком отдает росиница На яблонях белых в саду. Я думаю, как прекрасна Земля и на ней человек, И сколько с войной Несчастных уродов теперь И коллег, и сколько Зарыто в ямах, и сколько Зароют еще, и чувствую В скулах упрямых Жестокую судорогу щек. Нет, нет, не пойду навеки За то, что какая-то мразь Бросает солдату калеки Питак или гривенник в грязь. Ну, доброе утро, старуха, Ты что-то немного сдала, И слышу сквозь кашель глухо Дела одолели, дела. У нас здесь теперь неспокойно, Испарено, и все зацвело. Сплошные мужицкие войны Дерутся селом на село. Сама я своими ушами Слыхала от прихожан, То радовцев бьют креушане, То радовцы бьют креушан, А все это значит безвластье. Прогнали царя, так вот, Посыпались все напасти На наш неразумный народ, Открыли зачем-то остроги, Злодеев пустили лихих, Теперь на большой дороге Покою не знай от них. Вот тоже, допустим, скриуши, Их нужно б в тюрьму за тюрьмой, Они ж воровские души Вернулись опять домой. У них там есть проноглоблин, Булдыжник, драчун, грубиян, Он вечно на всех узлоблен, С утра по неделям пьян, И нагло в третьевом годе, Когда объявили войну, При всем, при честном народе Убил топором старшину. Таких теперь тысячи стало Творить на свободе гнусь. Пропала Россия, пропала, Погибла кормилица Русь. Я вспомнил рассказ Возницы, И, взяв свою шляпу и трость, Пошел мужикам поклониться, Как старый знакомый и гость. Иду голубою дорожкой, И вижу, навстречу мне Несется мой мельник на дрожках, Порыхло еще целине. — Сергуха, за милую душу, Постой, я тебе расскажу, Сейчас дай поправить Возжу, Потом и тебя, оглаушу. Чего ж ты мне утром ни слова, Я с Негиным так и бряк. Приехал ко мне, мол, веселый Один молодой чудак. Они ко мне очень желанны, Я знаю их десять лет. А дочь их замужняя Анна спросила, — Не тот ли поэт? — Ну да, говорю, он самый. — Блондин? — Ну, конечно, блондин, С кудрявыми волосами, Забавный такой господин. — Когда он приехал? — Недавно. — Ах, мамочка, это он. Ты знаешь, он был забавно, Когда-то в меня влюблен. Был скромный такой мальчишка, А нынче, подишь ты, Вот, писатель, Известная шишка, Без просьбы уж к нам не придет. И мельник, как будто с победы, Лукаво прищурил глаз. — Ну ладно, прощай до обеда, Другое сдержу про запас. Я шел по дороге в Криушу И тростью сшибал зеленя. Ничто не пробилось мне в душу, Ничто не смутило меня. Струились запахи сладко, И в мыслях был пьяный туман. Теперь бы с красивой солдаткой Завесть хорошо роман. Ну вот и Кривуша. Три года Незрел я знакомых крыш, Сиреневая погода Сиренью обрызгала тишь. Неслышно собачьего лая, Здесь нечего видно стеречь. У каждого хата гнилая, А в хате ухват и допечь. Гляжу, на крыльце у прона Горластый мужицкий галдеж Толкуют о новых законах, О ценах на скот и рожь. Здорово, друзья! Эээ, охотник, здорово-здорово! Садись! Послушай-ка ты, беззаботник, Про нашу крестьянскую жизнь. Что нового в Питере слышно? С министрами чай ведь знаком? Недаром ядрит твою вдышло, Воспитан ты был кулаком. Но все же мы тебя не порочим. Ты свойский, мужицкий, наш. Похвалишься славой не очень, И сердце свое не продашь. Бывал ты к нам зорким и рьяным, Себя вынимал на испод. Скажи, отойдут ли крестьянам Без выкупа пашни господ? Кричат нам, что землю не троньте, Еще не настал, мол, миг. За что же тогда на фронте Мы губим себя и других? И каждый с улыбкой угрюмой Смотрел мне в лицо и в глаза. А я, отягченный думой, Не мог ничего сказать. Дрожали, качались ступени, Но помня под звон головы, Скажи, кто такой Ленин? Я тихо ответил, он вы. На корточках ползали слухи, Судили, решали, шепча, И я от моей старухи Достаточно их получал. Однажды, вернувшись с тяги, Я лег подремать на диван. Разносчик болотной влаги Меня прознобил туман, Трясло меня, как в лихорадке, Бросало то в холод, то в жар, И в этом проклятом припадке Четыре дня пролежал. Мой мельник с ума, знать, спятил, Поехал, кого-то привез, Я видел лишь белое платье, До чей-то привздернутый нос. Потом, когда стало легче, Когда прекратилась трясь, На пятые сутки под вечер, Простуда моя улеглась. Я встал, и лишь только поло Коснулся дрожащей ногой, Услышал я голос веселый. А-а-а, здравствуйте, мой дорогой! Давненько я вас не видала, Теперь из ребяческих лет Я важная дама стала, А вы знаменитый поэт. Ну, сядем. Прошла лихорадка? Какой вы теперь не такой? Я даже вздохнула украдкой, Коснувшись до вас рукой. Да, не вернуть, что было. Все годы бегут в водоем. Когда-то я очень любила Сидеть у калитки вдвоем. Мы вместе мечтали о славе, И вы угодили в прицел. Меня же про это заставил Забыть молодой офицер. Я слушал ее И невольно Оглядывал стройный лик. Хотелось сказать «Довольно, найдемте другой язык». Но почему-то не знаю, Смущенно сказал Невпопад. Да, да, я сейчас вспоминаю. Садитесь. Я очень рад. Я вам прочитаю немного Стихи про Кабацкую Русь. Отделаны четко и строго. Почувствую цыганская грусть. Сергей, Вы такой нехороший. Мне жалко, обидно мне, Что пьяные ваши дебоши Известны по всей стране. Скажите, что с вами случилось? Не знаю. Кому же знать? Наверное, в осеннюю сырость. Меня родила моя мать. Шутник вы. Вы тоже, Анна. Кого-нибудь любите? Нет. Тогда еще более странно Губить себя с этих лет. Пред вами такая дорога. Сгущалась. Туманилась даль. Не знаю, Зачем я трогал Перчатки ее И шаль. Луна хохотала, как клоун, И в сердце хоть прежнего нет. По-странному был я полун Наплывом шестнадцати лет. Расстались мы с ней на рассвете С загадкой движений глаз. Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас. Мой мельник. Ох, этот мельник. С ума меня сводит он. Устроил волынку бездельник И бегает, как почтальон. Сегодня опять с запиской, Как будто бы кто-то влюблен. Придите. Вы самый близкий. С любовью оглоблен прон. Иду. Прихожу в кривушу. Оглоблен стоит у ворот. Из пьянов печенки и в душу Костит обнищалый народ. Эй, вы, таракань и отродье, Все к Снегиной, раз и к вас. Даешь, мол, твои угодья Без всякого выкупа с нас. И тут же, меня завидя, Снижая сварливую прыть, Сказал в неподдельной обиде. Крестьян, еще нужно варить. Зачем ты позвал меня, прошик? Конечно, не жать, не косить. Сейчас я достану лошадь И к Снегиной вместе просить. И вот запрягли нам клячу, В оглоблях масластая шкеть. Таких отдают с придачи, Чтоб только самим не иметь. Мы ехали мелким шагом, И путь нас смешил и злил. В подъемах по всем оврагам Телегу мы сами везли. Приехали. Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином, Плетневый его полисад. Слезаем, подходим к террасе, И пыль, отрехая с плеч, О чем-то последнем часе Из горницы слышим речь. Рыдай, не рыдай, не помога. Теперь он холодный труп. Там кто-то стучит у порога, Припудрись, пойду отопру. Дебилая грустная дама Откинула добрый засов И прон моей брякнул прямо Про землю без всяких слов. Отдай, повторял он глухо, Не ноги ж тебе целовать. Как будто без мысли и слуха Она принимала слова, Потом в разговорную очередь Спросила меня сквозь жуть. А вы, вероятно, к дочери. Присядьте. Сейчас доложу. Теперь я отчетливо помню Тех дней роковое кольцо, Но было совсем нелегко мне Увидеть ее лицо. Я понял. Случилось горе И молча хотел помочь. Убили, убили Борю. Оставьте, уйдите прочь. Вы, жалкий низкий трусишка, Он умер, а вы вот здесь. Нет, это уж было слишком. Не всякий рожден перенесть. Как язвы, стыдясь оплеухи, Я прону ответил так. Сегодня они не в духе. Поедем, капрон, в кабак. Все лето провел я в охоте. Забыл ее имя и лик. Обиду мою на болоте Оплакал рыдальщик-кулик. Бедна наша родина кроткая, В древесную цвете не сочь. И лето такое короткое, Как майская теплая ночь. Заря холоднее багровий. Туман припадает ниц. Уже в облетевшей дуброве Разносится звон синиц. Мой мельник вовсю улыбается, Какая-то веселость в нем. Теперь мы, сергуха, по зайцам За милую душу пальнем. Я рад и охоте, Коль нечем развеять тоску и сон. Сегодня ко мне под вечер, Как месяц, вкатился прон. Дружище, с великим счастьем Настал ожидаемый час. Приветствую с новой властью. Теперь мы всех раз и квас. Без всякого выкупа, С лета мы, паш, не берем и леса. В России теперь советы И Ленин старшой комиссар. Дружище, вот это номер! Вот это почин, так почин! Я с радостью чуть не помер, А брат мой в штаны намочил И дришь твою в бабушку плюнуть. Гляди, голубарь, веселей! Я первый сейчас же коммуну Устрою в своем селе. У брона был брат Лабутя. Мужик, что твой пятый тус? При всякой опасной минуте Хвальбишка и дьявольский трус. Таких вы, конечно, видали. Их рок болтовней наградил. Носил он две белых медали С японской войны на груди И голосом хриплым и пьяным Тянул, заходя в кабак. Прославленному под Ляо-Яном Ссудите на четвертак! Потом, насосавшись до дури, Зволнованный горячо, О сдавшемся порт Артуре Соседу слезил на плечо. Голубчик, кричал он, Петя, мне больно! Не думай, что пьян! Отвагу мою на свете Лишь знает один Ляо-Ян. Такие всегда на примете. Живут не мозоль, а рук. И вот он, конечно, в совете Медали запрятал в сундук. Но с той уже важной осанкой, Как некий седой ветеран Хрипел под севушной банкой Про Нерчинск и Турухан. Да, братец, мы горе видали, Но нас не запугивал страх. Медали, медали, медали Звенели в его словах. Он прону вытягивал нервы И прон материл не судом, Но все, что поехал первый Описывать Снегинский дом. В захвате всегда есть скорость. Даешь, разберем потом. Весь хутор забрали в волость С хозяйками и со скотом. А мельник, мой старый мельник, Хозяек привез к себе. Заставил меня бездельник В чужой ковыряться судьбе. И снова нахлынуло что-то, Когда я всю ночь напролет Смотрел на скривленные заботы Красивый и чувственный рот. Я помню, она говорила, Простите, была не права, Я мужа безумно любила, Как вспомню, болит голова, Но вас оскорбила случайно. Жестокость была мой суд, Была в том печальная тайна, Что страстью преступной зовут. Конечно, до этой осени Я знал об счастливую быль, Потом бы меня выбросили, Как выпитую бутыль, Поэтому было не надо, Ни встреч, ни вообще продолжать, Тем более старыми взглядами Могла я обидеть мать. Но я перевел на другое, Уставясь в ее глаза, И тело ее тугое Немного качнулось назад. Скажите, вам больно, Анна, За ваш хуторской разор, Но как-то печально и странно Она опустила свой взор. Смотрите, уже светает, Заря, как пожар на снегу, Мне что-то напоминает, Но что, я понять не могу. Ах, да, это было в детстве, Другой, не осенний рассвет, Мы с вами сидели вместе, Нам по шестнадцать лет. Потом, оглядев меня нежно, И лебедя, выгнув рукой, Сказала, как будто небрежно, Ну, ладно, Пора на покой. Под вечер они уехали. Куда? Я не знаю, куда. В равнине, проложенной вехами, Дорогу найдешь без труда. Не помню тогдашних событий, Не знаю, что сделал Прон, Я быстро умчался в Питер, Развеять тоску и сон. Суровые грозные годы Но разве всего описать? Слыхали дворцовые своды Солдатскую крепкую мать. Эх, удаль, цветение в далях, Недаром чумазый сброд, Играл по дворам на роялях Коровом тамбовский фокстрот. За хлеб, за овес, за картошку Мужик залучил граммофон, Слюнявя козлиную ножку, Танго себе слушает он. Сжимая от прибыли руки, Ругаясь на всякий налог, Он мыслит до дури о штуке, Катающейся между ног. Шли годы, размашисто, пылко, Удел хлебороба газ, Немало попрело в бутылках Керенок и ходий у нас. Фефёла, кормилец, Касатик, владелец землёй и скотом, За пару измызганных катик Он даст себя выдрать кнутом. Ну ладно, довольно стонов, Не нужно насмешек и слов. Сегодня, проучесть прона, Мне мельник прислал письмо. Сергуха, за милую душу, Привет тебе, братец, привет! Ты что-то опять в креушу Не кажешься целых шесть лет. Утешь, соберись на милость, Прижваривай по весне. У нас здесь такое случилось, Чего не расскажешь в письме. Теперь стал спокой в народе, И буря пришла в угомон. Узнай, что в двадцатом годе Расстрелян оглобен прон. Россия, дуровая зык она, Хошь верь, хошь не верю шам, Однажды отряд Деникина Нагрянул на креушан, Вот тут и пошла потеха. С потехи такой околеть, Со скрежетом, со смехом Гульнула казацкая плеть. Тогда вот и чикнули проню. Лобуть аж в солому залез, И вылез лишь только кони, Казацкие скрылись в лес. Теперь он по пеной морде Еще не устал голосить. Мне нужно бы красный орден За храбрость мою носить. Совсем прокатились тучи, И хоть мы живем не в раю, Ты все ж приезжай, голубчик, Утешить судьбину мою. И вот я опять в дороге, Ночная июньская хмарь, Бегут говорливые дроги, Ни шатка, ни валка, Как в старь. Дорога довольно хорошая, Равнинная тихая звень, Луна золотую порошию Осыпала даль деревень, Мелькают часовни, Колодцы, Околицы и плетни, И сердце по-старому бьется, Как билось в далекие дни. И основана мельница, Ельник усыпан свечми светляков, По-старому старый мельник Не может связать двух слов. Голубчик, вот радость, Сергуха, азябчай, Пади, продрог, Доставь ты скорее старуха На стол самовар и пирог. Сергунь, золотой, послушай, И ты уж, старик, по годам, Сейчас я за милую душу Подарок тебе передам. Подарок? Нет, Просто письмишко, Да ты не спеши, голубок, Почти что два месяца слишком, Я с почты его приволок. Вскрываю, Читаю, Конечно, Откуда же больше и ждать, И почерк такой беспечный, И лондонская печать. Вы живы? Я очень рада, Я тоже, Как вы жива. Так часто мне снится ограда, Калитка, Флаг, Теперь там достигли силы, Дорога моя ясна, Но вы мне по-прежнему милы, Как родина и как весна. Письмо как письмо, Беспричинно. Я в жизнь бы таких не писал. По-прежнему с шубой овчинной Иду я на свой сеновал, Иду я разросшимся садом, Лицо задевает сирень, Так мил моим вспыхнувшим взглядом Погорбившийся плетень, Когда-то у той вон калитки Мне было шестнадцать лет, И девушка в белой накидке Сказала мне ласково, Нет, Далекие милые были, Тот образ во мне не угас, Мы все в эти годы любили, Но, значит, Любили и нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова